Благодаря английскому репортеру Роджеру Фентону мы через полтора века можем увидеть, как выглядели участники той войны. На этих фотографиях можно разглядеть одно из важных преимуществ союзных войск – винтовки нового поколения с нарезными стволами. Ими к тому времени была вооружена большая часть британской и французской армии. Нарезные ружья были гораздо точнее и дальнобойнее, чем гладкоствольные. Поэтому наши войска несли огромные потери, прежде чем им удавалось сблизиться и использовать свой главный козырь. В середине 19 века огнестрельное оружие сильно шагнуло вперед. Появились нарезные стволы, но все равно штыковой рукопашный бой был неотъемлемой частью практически любого сражения. И сегодня наш эксперт-реконструктор Леша Овчаренко расскажет, почему это было так. А было так, Никит, потому что у русской армии традиционно штыковой бой был сильной стороной. Еще Суворов говорил, что пуля дура, а штык молодец. В Крымской войне ситуация не особенно изменилась. Штыком пользовались часто, активно. Более того, именно русские приемы штыком считались самыми зверскими и их боялись. Это специальная тактика была, получается? Был специальный удар, которым я тебя сейчас обучу. Так называемый русский удар штыком в живот. Мне удалось достать весьма редкие экземпляры и конструкции виток Энфилда 1853 года. Именно такие винтовки пользовались британской армией во время Крымской войны. Это вот это? Они одинаковые. Соответственно, штык, как правило, носился в таком чехле, потому что это обеспечило его дополнительную защиту. Пользуются, естественно, им не всегда. Пользуются только по специальной команде. Есть специальное фиксирующее кольцо, Никит. Так, а вот. Соответственно, сначала ты штык переворачиваешь, вставляешь, заводишь мушку, фиксируешь, она заглубляется. И дальше фиксируешь кольцом. Соответственно, сейчас у нас винтовка с штыком находится в боевом положении для рукопашной. Стоит рассказать отдельно о русском штыковом бою. Дело в том, что у русских был в ходу очень конкретный удар. Удар назывался штыком в живот. Когда кололи, в первую очередь, в живот, и потом вниз опускали приклад. Таким образом, все нутрово ворачивалось наружу. И это были весьма неприятные моменты, потому что человеку после этого лечить было практически бесполезно. Ну да. При попадании пули в живот уже тяжело, а если разрезать, то понятно. Как раз после Крымской войны, знаменитый швейцарец принял Венскую конвенцию о жертвах. Именно из-за того, что русские используют такой штыковой удар. И уже после Крымской войны, в следующей войне, в 1871 году, пользуюсь другим ударом. Более гуманным. Удар в грудь, который кололся, в первую очередь, снизу вверх с выпадом. Предлагаю тебе попробовать. Давай. И первый, и второй, или как? Начнем сначала с раннего, негуманного, с удара в живот. Соответственно, важна была стойка. Как говорили унтер-офицеры, нужно стоять так, как будто генерал едет на карете, распахнув грудь широко, выставив левое плечо немного вперед. Ты сразу винтовкой защищаешь верхнюю часть своего корпуса. Правильно? Да, все верно. Единственное, это чуть-чуть повыше направить. Если мы говорим о раннем уколе, да? Да, конечно, негуманный сначала. Раз и два. Приклад. Опускаешь вниз, причем чисто за счет руки. Потому что потом, за счет корпуса, ты его вырываешь. Поэтому у тебя эффект получается с паровни живота. Понятно. Твергуманный давай. Гуманный способ, который начали использовать после Крымской войны, это удар штыком в грудь. В данном случае просто короткий выпад, и было очень важно сразу выдернуть. Почему без отхода? Почему без отхода? Потому что нужно делать минимум движений. Чтобы противник, как говорил один унтер-офицер, не успел схватить штык и зафиксировать его у себя в груди. А то, что таким образом ты лишаешься оружия. Если он как бы умирает, но уносит оружие с собой. Оружие остается с собой, понятно. Поэтому... И получается, что всего два удара было? Нет, естественно, что было огромное количество ударов. И эта система уже была достаточно плотно разработана к самой Крымской войне. Но окончательно она оформилась после русско-японской войны. Дело в том, что даже в Крымскую войну, несмотря на то, что был уже очень серьезный прорыв с точки зрения именно огнестрельного оружия, очень много было осечек. Порядка 20% составляли осечки. Поэтому рукопашное зачастую, это был самый надежный способ, когда можно непосредственно достичь результата. Осечки не будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!